Тумсо, почему кадыровцы предатели? Разве силами чеченцев можно победить Россию? Во время Ичкерии пошли на это, и что их перемололи, как курятину в мясорубке? Это же самое глупое, что только можно сделать. На какие средства ты сейчас живешь, говорит Олег Бёрд? Ты с какой целью интересуешься, Олег Бёрд? Честно говоря, если ты хотел как-то профинансировать меня, вложиться, то я буду очень рад. Потому что со средствами сейчас не очень хорошо. Санкции США ударили в первую очередь по мне. Монетизация, которую отключили в Ютубе, ее отключили, конечно же, для меня. Так что проблемы есть. Хочу вам рассказать еще одну интересную историю, связанную с Польшей. С Польшей неожиданно пришли интересные новости. Вообще началось все с того, что на телеграм-канале Вайфонда я увидел вот такую публикацию. Была опубликована ссылка на статью и комментарий Вайфонда. Вспомнили, видите ли, дело Тумсу Абдурахманова, решили пересмотреть его дело в убежище, сначала попытавшись его максимально выдать России на погибель. Я, естественно, удивился, как бы увидев эту информацию, прочитал эту статью. И действительно, в статье написано, что якобы 23 марта 2022 года воеводский суд Польши вынес решение, отменив все то, что было до этого, и вернул мое дело на рассмотрение обратно в Совет по делам беженцев, для того, чтобы они пересмотрели свой отказ в предоставлении мне убежища. Это было на прошлой неделе. Дело в том, что я как бы вообще не в курсе этого. То есть, я никаких процессов не инициировал в Польше, никаких процессов не участвовал. Я вообще как бы забыл про вопрос предоставления убежища в Польше давно уже. Я уже получил убежище в Швеции. И я подумал, наверное, что-то там журналисты напутали. Наверное, они просто какую-то дату перепутали. Но, разумеется, решил уточнить, узнать. Значит, связался с юристом, который вел мое дело в Польше. И она мне тоже сказала, что она ничего не знает, никаких решений. Но, значит, спросит, узнает. И вот вчера я получаю ответ. Действительно, действительно, воеводский суд Польши 23 марта текущего года отменил все эти решения и вернул мое дело в Совет по делам беженцев. Для того, чтобы они, значит, вопрос предоставления мне убежища пересмотрели. Как такое возможно? Я понятия не имею. Я еще раз повторяю. Не инициировал вообще никаких процессов. И сам в них не участвовал. То есть, это все происходит вообще без моего участия в Польше. Но сама новость, конечно, приятная. Она меня приятно удивила. Я не знаю, что будет происходить дальше. И никто не знает. Потому что прецедентов этому, по крайней мере, те юристы, адвокаты, с которыми я общаюсь, у них, они не знают таких прецедентов. То есть, никто не знает подобного случая, чтобы человеку было везде отказано. Он покинул страну, потом в другой стране получил статус беженца. И после этого в первой стране было отменено какое-то решение и перенаправлено на новое рассмотрение. Это какой-то, короче, беспрецедентный случай. Может быть, где-то есть подобное, но мы не сталкивались. Поэтому мы не знаем, что сейчас будет происходить. По идее, ну, они в Совете по делам беженцев, они знают, что мне предоставлено убежище. А то они должны, ссылаясь на это, наверное, как-то отказать. В общем, я не знаю. Будем дальше смотреть, наблюдать. Я буду держать вас в курсе. Надеюсь, что это как-то позитивно скажется, так как мне запрещен въезд на территорию Польши. Я объявлен там персоной Нонграта. И в этом контексте эти события, они, наверное, ну, если они хотя бы повлияют на то, чтобы мне сняли вот этот запрет на посещение Польши, то было бы, конечно, очень круто. Я надеюсь, что у нас что-то с этого получится. И, в общем, я буду держать вас в курсе. Джанго. Салам алейкум всем братьям. Огромная благодарность за совместный эфир с братом из Украины. Ну, я надеюсь, что это так. Я даже не говорю ни в какую дорожку. Просто, если бы не сняли бы запрет на посещение, то это бы облегчило мне. Мне сейчас, когда я куда-то еду, мне очень сложно построить маршрут, потому что мне запрещено ехать, посещать Польшу, запрещено посещать Германию. А покидать, как бы, Скандинавию, если эти две страны для тебя закрыты, то очень сложно. Поэтому, если бы мне сняли бы этот запрет, то уже было бы круто. Почему кадыровцы предатели? Разве силами чеченцев можно победить Россию во время Ичкерии? Пошли на это, и что их перемололи, как курятину в мясорубке? Это же самое глупое, что только можно сделать. С каких пор, вообще в каких учебниках можно прочитать, что предательство перестает быть предательством, если силы не равны? Где это написано? Если силы не равны, если враг слишком силен, то можно пойти на какие-то уступки перед этим врагом. Можно даже капитулировать врагу, и это не будет предательством. Но предательство, это когда ты переходишь на сторону врага и сражаешься со своими вчерашними товарищами. Здесь нет разницы, враг сильный или слабый. И здесь сам факт, что ты просто перешел на его сторону и стал сражаться. А когда этот враг, он слишком силен, например, вот Украина. Возьмем просто так, гипотетически представим, что, например, Украина оказалась бы не в состоянии воевать с Россией. Например, у нее была бы слабая армия и так далее. И они бы пошли бы, допустим, на какие-то уступки. Пошли бы на какой-то договор, который был бы невыгоден Украине. Они ведь не стали бы предателями? Конечно, нет. Не стали бы. Но если бы патриарх украинский, который сейчас призывает против России, если бы он перешел бы на сторону России и стал бы призывать уже против украинцев, это было бы предательство. Вне зависимости от того, там, сильна Украина или слаба. В том числе, после затопления корабля, Москва, многие вспомнили советский мультфильм, где также затонул фашистко-немецкий корабль с буквой Z. И Союзмультфильм заблокировал этот мультик. Я знаю эту историю, я видел этот мультик. Ну, смотрел этот отрывок. Вообще, сейчас очень много таких нелепых ситуаций. И все они против России. Как вообще можно было выбрать этот символ, сделать его для себя символом войны, если он ассоциируется с нацистской Германией? Делали ли они это умышленно или просто не рассчитали? Не знаю, сложно на это ответить. Но просто, когда ты объявляешь спецоперацию против нацистов, но ведешь ее под нацистской символикой, ну, это максимальная идиотская ситуация. И потом ты вынужден блокировать мультфильмы, свои же советские мультфильмы Советского Союза, который якобы победил нацизм. Короче, там такая каша. Тумсотый хадж или умру делал, если нет, то эти скромные 300 рублей тебе в копилку с названием Мекка. Надеюсь, остальные тоже последуют за мной. Барак Аллаху фейк, брат, я не делал ни хаджа, ни умру. И, ну, не знаю, когда у меня появится такая возможность, появится ли она вообще, учитывая мою ситуацию. Но я, конечно, надеюсь, что у меня получится совершить хадж, хотя бы хадж. Субтитры создавал DimaTorzok